Всем привет, ребят, меня зовут Урман Дрю, мы с вами продолжаем застраивать наш город в игре City Skyline с дополнением Sunset Harbor. Во-первых, к сожалению, так получилось, что вчера у меня не вышло выпустить видео, поскольку я делал там один видеоурок, но, к сожалению, он оказался намного более сложным в создании, что там оказалось слишком много каких-то маленьких шагов, которые нужно было упомянуть, и, в общем-то, как-то так получилось, что я просто физически не успевал ничего делать, потом у меня еще болела голова, ну, короче, типичные, скажете, еще отговорки, но нет. Этот гайд, на самом деле, очень полезный, я его планирую выпустить где-то в субботу или в воскресенье, поэтому, если вы придете на мой канал в это время и посмотрите это видео, я буду вам очень благодарен, на самом деле оно действительно может показаться полезным для очень многих людей, которые, ну, возможно, хотели когда-то создать что-то в своей сети Skylines, но это небольшие спойлеры, все узнаете в воскресенье или в субботу. А теперь можно уже вернуться и к постройке нашего города, сейчас я занимаюсь метро, поскольку желтая и красная ветки у нас были сильно перегружены, однако мне нужно было проводить какую-то линию метро в сторону пустого места на этом острове, вы можете, могли его видеть только что, вот там слева, да, вот. Но ни желтую, ни красную ветку я не могу провести туда, поскольку они и так сильно перегружены, и если бы я добавил еще составов и провел бы эту линию, увеличив ее в два раза, или даже, может быть, в полтора-два, то это бы просто сломало линию полностью, поэтому решил красную линию закончить здесь, вот в этой промзоне, потому что, ну, я подумал, что это не будет лишним. А именно вот на тот кусок острова пустой, который у нас еще не застроен, я планирую провести отдельную, наверное, линию метро, и также сделать небольшое ответвление железнодорожное, то есть у нас будут, вот, наша самая первая промзона, получается, будет вести железнодорожная ветка, вернее, две железнодорожные ветки, и вот они будут под мостом, так сказать, разъединяться. Также я, наконец-то, наладил свои дополнения, что я теперь вместо дефолтных каких-то магазинов поставил, значит, себе оби, потом у меня еще остался Ашан, и также я поставил еще Икею сюда. Также еще я скачал пару новых составов метро, но, к сожалению, ну, относительно как бы в реальности, в самой игре они смотрятся не так, как на скриншотах, поэтому то факт, что я их установил, вообще вам нафиг не нужно, если вы где-то сейчас его увидите, то, скорее всего, я, конечно, вырезал, но вот, неважно. Кстати, вот, можете заметить, что отчасти я такой прям жесткий перфекционист, что даже подземные, ну, как подземные, ну, туннели, они не могут быть надземными, да? Гороче, туннели я делаю даже вот максимально ровными, чтобы они смотрелись красиво. Я, у меня сначала же, вы помните, там были пересечения, но я подумал, нафиг они нужны, если я могу просто сделать обычное такое пересечение и все, и не париться, и все будет максимально красиво, симпатично, и я буду доволен, и все будут довольны. Затем я вспомнил, что зачем-то же я покупал дополнение Sunset Harbor, и вообще не следую никакие новые фичи из этого дополнения, поэтому мной было принято решение развивать какую-то рыболовную индустрию, если можно так выразиться, да? Я, если честно, вообще не знал, как вот это все работает, потому что видео по City Skylines я почти не смотрю, за исключением своих... Не, ладно, шучу свои видео, не смотрю, я ненавижу свой голос, но неважно. Вот. И я думал, это будет сложнее, потому что я смотрел, как вот мой один очень хороший знакомый играл. Вот, я просто смотрел, как он пытался поставить какие-то штуки, но у него, короче, ничего не получилось, и не знаю почему. Вот, как оказалось, это не совсем сложно. С этим районом я, на самом деле, парился очень долго, потому что нужно соединить много зданий при помощи дорог, но места здесь катастрофически мало, плюс нужно еще было провести железнодорожные пути, а там два пути, получается, то есть четыре даже, два с одной стороны, два с другой, и все это нужно было как-то уместить. Плюс я подумал, что неплохим решением будет сделать где-то в этом месте, как раз-таки около грузовых портов, так сказать, обычно всякие промышленные зоны. Но, как бы, промышленные зоны не должны пересекаться с жилой зоной, и мне нужно было заранее продумать, где у меня будет жилая зона, где будет промышленная, чтобы они не стояли рядом, чтобы жители бедные наши, мухами обостренные, не страдали. Вот, ну, в принципе, я по ходу дела просто разобрался без особых каких-то планирований, так скажем. Честно говоря, я не имел вообще ни малейшего представления о том, куда у меня поведут потом железнодорожные пути, поскольку там, конечно, есть еще впереди острова, но до них очень далеко. И тянуть железнодорожную ветку от нашего острова к тем островам выглядело бы, это немного нереалистично, и поэтому я просто пока поставил пути, не знаю, может быть, я потом сделаю здесь какой-то тупик. Но пока я делать точно ничего не собираюсь, я, наверное, пока буду заниматься только лишь нашим островом, попытаюсь сделать его каким-то разнообразным, и в плане транспортной системы, и в плане какой-то вариативности, знаете, домов, жилых зон, короче, вы поняли, все у нас, как обычно, по определенной схеме работы. Я еще подписан на Public City Skylines, официальный паблик ВКонтакте, может быть, даже кто-то оттуда сюда пришел и смотрит мои видео, это очень круто, на самом деле, спасибо вам. Так вот, я много раз видел, как большинство людей, наверное, которые, ну, более-менее, знаете, шарят в игре, они практикуют создание каких-то, знаете, своих транспортных карт, схем, кто-то там гудит сильно. Ну, так вот, я посмотрел, в принципе, если у меня будет время, я попробую это сделать либо в Photoshop, либо в Illustrator, если кто знает такую программу, ну, надеюсь, все знают, вот, либо я видел пару готовых сервисов, один из них даже, ну, такой, знаете, ну, типа облачный просто сайт в интернете, где можно создать какую-то примитивную схемку, я еще над этим буду думать, поскольку пока у меня транспортная система вообще не завершена, и она 100% еще будет мной перестраиваться, как всегда, как обычно это происходит. Поэтому пока это я буду держать в планах, но если, возможно, у вас есть какие-то предложения, вы можете их написать в комментарии, я, ну, естественно, комментарии читаю, поскольку их немного, буду плакать, ладно, шучу. Вот, и потом уже придумаем, может быть, вместе, как реализовать мою схему, в каком стиле ее сделать, может, в московском стиле, может быть, не знаю, в стиле китайском каком-то, может, в питерском, не знаю. В общем, пишите в комментарии, как бы вы хотели вообще это реализовать. А тем временем я сделал, получается, два рыболовных маршрута, не знаю, зачем я сделал центрально, поскольку там это просто рыболовецкий порт, и я не знаю вообще, как он функционирует, но, по крайней мере, я разобрался, что различные порты отвечают за различные виды рыбы, поэтому потом я даже проверил, мои вот эти вот порты, они все действуют, поэтому я их поставил не просто так, хотя мне казалось, что это много сложнее все. К сожалению, вот сейчас у меня не сильно много свободного времени, чтобы продумывать какие-то, знаете, глобальные идеи, какие-то глобальные проекты по поводу строительства нашего города, по поводу строительства каких-то больших, знаете, жилых массивов и так далее, потому что, ну, мало того, что несмотря на то, что у нас сейчас как бы карантин, да, делал такое ощущение, что просто прибавилось чуть ли не в два раза, тем более дистанционное обучение, если кто занимается на дистанционном обучении, особенно в высших учебных заведениях, как я, в общем, цензурными словами не выразится, и вот огромное количество домашки, плюс, понимаете, мне нужно выкладывать, ну, чтобы большинство людей увидело из подписчиков это видео, его нужно выкладывать вечером, то есть мне нужно его заснять днём, и желательно озвучить тоже днём, потому что вечером я уставший, голос у меня очень нудный, то же самое с утра у меня голос, получается, я только что проснулся, и никому не будет интересно смотреть видео, которое озвучено голосом человека, который только что проснулся, но я думаю, это сразу будет понятно, это будет очень неприятно слушать. Кстати, да, я люблю перескакивать с темой на тему, вот тут именно в этом моменте я опробовал новый состав метро, который я скачал, он из какого-то там города Англии, короче, он мне не зашёл, и я его убрал, добавил всё обратно. На самом деле, почему я ещё не могу выкладывать видео так часто, потому что, ну, блин, у меня один компьютер, и из-за того, что у меня 8 гигабайт оперативной памяти, у меня нет SSD накопителя, который, кстати, хочу купить, наверное, вместо оперативной памяти, ну, я ещё подумал, типа, средств пока не так много, поэтому мы просто у нас, знаете, в мыслях. Вот, и то есть, я не могу, например, заниматься учёбой, и параллельно, чтобы у меня на фоне была City Skylines. А почему я не могу просто её открыть? Потому что, мой мир, из-за того, что у меня установлено много модов, у меня установлено много объектов и всякого транспорта, игра у меня загружается достаточно долго, то есть, игра у меня загружается в среднем 15, наверное, 20 минут, ну, не больше точно. И плюс, когда ещё выходишь из игры, игру нельзя завершить, типа, экстренным, ну, типа, экстренное завершение процесса нельзя сделать, потому что, иначе сохранение твоё последнее слетит, и мне нужно выходить из игры стандартным путём, и выход из игры занимает ещё минут 10. Поэтому во времени я прям максимально ограничен, тем более, дел по дому всё равно куча. Я же всё-таки не бездельник, ну, отчасти. Да, что-то я совсем задолбал, наверное, жаловаться, но вот. Я просто объясняю, что не так-то просто вот это всё снимать. Плюс времени, опять же, не хватает из-за того, что мне нужно параллельно вести Инстаграм. Вообще, насчёт Инстаграма, это отдельная штука. Да, кто не знает, у меня есть Инстаграм, но там я не выкладываю фотки из себя. Ну, иногда выкладываю, ладно. Но снова выкладываю, конечно, фотографии транспортной тематики. И у меня тоже материал потихоньку начинает заканчиваться, поскольку у нас карантин. Плюс, если какие-то фотографии у меня есть, их нужно обработать, добавить описание. Их тоже нужно выкладывать в определённое время. И, в общем, в последнее время столько всего накопилось, что на какое-то вдохновение вообще не остаётся никакого времени. Ну, желание, оно, конечно, есть, но я же не смогу как-то, знаете, заставить вдохновение прийти ко мне. У меня же нет там какой-то, знаете, музы, которая у меня там сидит на кровати, которая вдохновляет, и строит город. Нет. Так, ну, я совсем что-то, знаете, заговорился по поводу своей личной жизни. Наверное, это никому не интересно, поэтому возвращаемся к нашей игре. Мне показалась неплохой идея здесь сделать какой-то, знаете, такой район низкой плотности, не то, чтобы я хотел делать такие дефолтные дома, но потом я вспомнил, что у меня есть один скачан домик, хотя, хотя, по-моему, я скачивал не один тип домов низкой плотности, но почему-то в игре, и причём я проверил, у меня вроде всё включено, у меня появился только один тип домиков. Но мне это не помешало, и я подумал, что это будет действительно неплохой идеей поставить вот здесь эти домики, потому что как раз-таки они, получается, стоят у нас на окраине нашего города, там у нас, они выглядят, знаете, очень так, ну, не то, что премиально, но они выглядят хорошо, то есть логично, что жильё, по идее, там не особо дешёвое. Тем более, у нас тут, получается, и станция метро, и я также продлил железную дорогу вот досюда, потому что, я не знаю, может быть, я её потом ещё куда-то поведу, вот, на какой-то другой остров. Поэтому, пусть здесь и дома низкой плотности, но они такие хорошие, я планирую здесь сделать такой, прям, знаете, ну, полу-лакшерый район, наверное, с кучей парков, парковок, вот этой элитной школы, вообще не вписывается в этот дизайн, потому что домики низкие, а школа, получается, выше домов, и это как-то вообще фу. Наверное, вы можете видеть, что в последнее время мне прям как-то зашли вот эти вот дорожки, которые я сейчас делаю, у которых по, получается, краям пешеходная часть, а по центру у нас велодорожки в обе стороны. На самом деле, я не видел ни у кого из, по крайней мере, западных блогеров вот такой тип дорожек, чтобы они их ставили. Возможно, наши ребята из СНГ пользуются такими дорожками, но, к сожалению, я таких ребят не смотрю, ввиду того, что я просто таких каналов не знаю. Если вы знаете каких-то классных ребят, которые снимают действительно хорошее видео, которые, ну, строят чуть лучше обычного, вот, то я прошу написать о них в комментариях, потому что мне очень было классно вы посмотрите, как другие ребята из СНГ строят города, вот, знаете, исходя из каких-то наших реалий, потому что у всех, знаете, вкусы разные, это, во-первых, у других людей вообще различные представления о каких-то красотах, знаете, жилых там районов, все дела, и для каждого красивый район может выглядеть по-разному. Для меня, например, красота в сети Skylines это реалистичность, то есть, ну, большое количество панелек. Я не скажу, что панельки это красиво, меня сейчас, наверное, фанаты Варламова вообще убьют, вот, но его я не смотрю, поэтому мне, в принципе, пофиг на это. Так что я строю как хочу, как мне кажется симпатичным, потому что панельки сейчас очень популярны вообще во всем мире, именно в районах высокой плотности, поэтому это реалистично, это круто, мне нравится. Потом я сейчас подумал, что неплохой идеей будет провести пара автобусных маршрутов, потому что, ну, они, конечно, в теории, вот эти жители не могут пешком добираться, но поскольку район-то у нас такой, знаете, лакш, хотя обычно в лакшере района как раз-таки все передвигаются на личном автомобиле, но, по-моему, у нас стоит политика, что личный транспорт запрещен, ну, то есть для тех, кто не живет в этом городе, поэтому я не знаю, это я вообще не помню. Но в любом случае автобусные маршруты здесь не помешают, я на самом деле думал, что ими никто не будет пользоваться, но потом уже, когда я почти доснял все это видео, я просто проверил, какое количество людей пользуется этим маршрутом, и я так посмотрел, в принципе, трех автобусов на маршруте, вот на красном маршруте, по-моему, да, на красном, вполне хватает, то есть ни больше, ни меньше, и все, я это дело оставил, вот. Потом я, значит, увидел, что у нас практически вообще нет никакого соединения между двумя дорогами, которые идут параллельно нашему метро, нашей вот этой синей линии метро получается, плюс я бы мог, конечно, наверное, сделать переезд, но переезд, во-первых, это некрасиво, во-вторых, я не помню, что, ну, я делаю, исходя, наверное, из каких-то своих представлений, потому что у нас нет переездов в Москве через пути метрополитена, и я тут тоже решил, что не буду так делать, и просто добавил какие-то надземные пешеходные переходы, сделал их, ну, ни много, ни мало, так, средненько, но вот именно переезда для автомобилей я решил не делать, потому что, ну, блин, автомобилей все равно у нас в этой части города мало, поэтому смысл, типа, у нас везде есть метро, уже на дорогу, автобусы, ну, зачем? Может быть, конечно, я вот говорю все о красоте, красоте, но и вот эти вот надземные пешеходные переходы смотрятся вообще отвратно, но может быть и нет, может быть нормально, вот, да, тут я проверял, пользуются ли наши жители автобусами, и да, я был, абсолютно, так сказать, удовлетворен, поскольку у нас этот район, я напомню, в который раз, но, наверное, мои попечки не тупые, но я не знаю, зачем я это повторяю, что у нас район для людей с высоким достатком, я решил, что будет неплохой идеей сделать здесь побольше всяких парков, там беседок и всяких вот таких вот зон, там вот эти еще футбольные поля, баскетбольные, какие там еще, теннисные, или тут теннисных кортов, по-моему, у меня тут нет, нет, именно в этом месте у меня нет, вот, потом добавил еще парковки, и, в принципе, смотрелось, наверное, даже реалистично, но мне, по крайней мере, понравилось, потому что я не люблю особо высокие дома, тем более на крайний город, они бы смотрелись вообще вычурно, и все, меня, в общем, это все устроило, и потом у меня осталось большое, незанятое пространство, ну, почти в центре города, вот этот, помните, наш главный проспект, вот, на котором как раз таки располагается вот это около станции метро, здание, там рыбный рынок и склад, вот, и я долго, на самом деле, думал, что там сделать, потому что, ну, в любом случае, всегда можно сделать какие-то жилые районы, да, то есть поставить панельки, расположить какие-то дворы, все дела, но, блин, если я буду делать жилые зоны по всему городу и не добавляя никакого разнообразия, тем более, это у нас какой-то, знаете, центр города, а в центре города, конечно, должны быть жилые дома, но не везде же, правильно, вот, поэтому я очень долго над этим думал, я решил, во-первых, добавить мне один мой хороший подписчик, ну, я тоже на него подписан, Никита, посоветовал около вот этой вот развязки сделать церковь, потому что это бы осмотрелось реалистично, потому что где-то, по-моему, в Польше, в Варшаве примерно такая же площадь есть, так что вот, Никита, если ты смотришь это видео, я реализовал твою идею, и вообще, рекомендую подписаться на Никиту в инстаграме, он будет очень рад, у него очень классные фотки на самом деле, так, значит, что у нас было потом, ну, всякие, знаете, достопримечательности в центре города, это, конечно, хорошо, но я не я, если не поставлю какие-то жилые комплексы, но поскольку это у нас центр города, в центре города, знаете, обычно тоже такие прям очень дорогие дома, красивые, вот, я думаю, эти дома как раз-таки подходят под описание типичного какого-то жилого комплекса в центре города, я не стал, естественно, ставить много домов такого типа, обычно их как раз-таки в одном месте не особо много, поэтому трех штучек было достаточно, тем более, местоположение было очень удачное, что оно было вроде и рядом с главным проспектом, что обеспечило хорошую транспортную доступность, потому что там были автобусы и трамваи, то есть автобусы до метро и трамваи, вот, но в любом случае до того шоссе, до того главного проспекта нужно было дойти, то есть он был, вот этот жилой комплекс, он был не прямо на проспекте, поэтому жители бы не жаловались на шум от трамваев и вообще от дороги, поэтому местоположение максимально удачное, ну там еще поставил вот эти три наших дефолтных домика, которые были раньше на проспекте, так просто, знаете, чтобы место не пустовало. К сожалению, в который раз я хочу скачать какие-то, знаете, многоуровневые паркинги, но что-то я все забываю, поэтому мне приходится пока довольствоваться стандартными парковками, вот, и еще тут решил убрать светофоры, потому что косы я их не убрал, у меня могли вообще скапливаться пробки, потому что у меня теперь из промышленной зоны на берегу нашего острова и от рыболовного этой рыболовной фигни, короче, много грузового транспорта поехало бы, поэтому расширил дороги, убрал светофоры, и также, поскольку это у нас центр города, был бы, я подумал, неплохим решением сделать стадион, потому что стадиона у нас нет, стадион, это пусть иногда и расходы, но там, допустим, если, по-моему, понижаешь там из билетов, делаешь общественный транспорт, там фанаты, типа, все такие крутые, и ваша команда выигрывает, вы получаете очень много денег, хотя деньги мне, по сути, не нужны, у меня почти уже, вот видите, 3 миллиона, вот, но, знаете, для красоты сойдет, плюс я подумал, что это будет, скорее, даже такой, знаете, спортивный комплекс с разными, с различными футбольными полями, ну, как-то так я это реализовал, я думаю, смотрится достаточно реалистично. Ну что, а время уже потихоньку подходит к концу, как всегда, я хочу поблагодарить всех тех, кто досмотрел это видео до конца, мне безумно приятно, если все-таки это случилось, и если оно вам понравилось, и вы досмотрели его до конца, то можете поставить лайк, и обязательно подписаться на канал, чтобы, знаете, меня как-то смотивировать на создание новых видео, но если вам видео не понравилось, это абсолютно нормально, я не самый топовый ютубер, поэтому можете ставить смело дизлайк, и писать, почему вам видео не нравится, я постараюсь слушать свой контент максимально, чтобы он прям всем нравился. Ну, а меня, в общем-то, вроде как пока что зовут Urban Drew, всем хорошее настроение, не болейте, всем пока.